Я бы хотел рассказать о подходе хирургов к стадированию региональных лимфатических коллекторов при раке молочной железы. Нужно сказать, что долгое время единственным методом стадирования лимфатических узлов при раке молочной железы была только акселярная лимфатическая диссекция. Но мы знаем, что эта процедура достаточно травмирующая, приводит к развитию отека верхней конечности, нарушению ее подвижности, функциональному состоянию и приводит к развитию паутинного синдрома. Поэтому на смену стандартной рутинной акселярной лимфодиссекции пришла эра биопсии сигнальных лимфатических узлов. Для определения сигнального лимфатического узла на сегодняшний день используют различные красители, лимфозурины, энденциант зеленый, радиоколлоиды и магнитные частицы. Но, к сожалению, красители некоторые мы не можем использовать в своей рутинной практике. Магнитные частицы это, я надеюсь, все-таки недалекое будущее. И основным методом определения сигнального лимфатического узла являются радиоколлоиды. И на сегодняшний день определение сигнального лимфатического узла можно представить как работу двух пилотов самолета-истребителя. Когда один из них указывает нам, где находится сигнальный лимфатический узел. Это специалисты лучевой диагностики, ядерной медицины. И хирург непосредственно удаляет тот лимфатический узел, который ему подсветил специалист по ядерной медицине. Биопсия сигнальных лимфатических узлов у первичных пациентов является международным стандартом при клиническом отсутствии поражения регионарных лимфатических узлов. Причем общая и безрецидивная выживаемость частота локорегионарного рецидива не отличается у пациентов, которые прошли травмирующую процедуру акселярной лимфодисекции и те пациенты, которым была выполнена только биопсия сигнальных лимфатических узлов. В нашем институте также было проведено исследование по сравнению биопсии сигнальных лимфатических узлов и акселярной лимфодисекции. Примерно у 17,5% клинических без поражения регионарных лимфатических узлов во время срочного исследования интероперационного были обнаружены метастазы в лимфатических узлах. Но самое главное, что выживаемость пациентов после биопсии сигнальных лимфатических узлов ничем не уступает, чем выживаемость пациентов при акселярной лимфатической диссекции, даже при поражении одного сигнального лимфатического узла. Пауло Веронези на недавней конференции в Сангальне в 2019 году докладывал о том, что в его институте, в Европейском институте онкологии в городе Милан, практически каждая операция на молочной железе при диагнозе рак молочной железы происходит с биопсией сигнальных лимфатических узлов. И с года в год эта процедура вытесняет рутинную акселярную лимфатическую диссекцию. Поэтому на сегодняшний день основным показанием к акселярной лимфатической диссекции является поражение акселярных лимфатических узлов. Но нужно помнить, что за прошедшие 40 лет именно развитие системной терапии привело к увеличению выживаемости больных раком молочной железы. Хотя хирургический этап лечения на сегодняшний день все равно остается основным компонентом в комплексном лечении и закладывает основу для эффективных системных видов терапии. Собственно говоря, сейчас мы активно начали использовать неодевантную системную терапию. Неодевантную системную терапию, которая проводится даже у первичных операбельных пациентов. Так как системная терапия предоперационная является и преддиктором выживаемости больных раком молочной железы, является инструментом для выбора адевантной системной терапии. Всем известное исследование Катерин, которое было недавно совсем представлено. Снижает частоту реопераций, снижает частоту позитивных коров резекции, а самое главное снижает частоту рутинной акселярной лимфодиссекции. В зависимости от биологического подтипа, у пациентов с агрессивными опухолями молочной железы, HER2 позитивными, трижды негативными, в среднем в 60-70% случаев происходит полный регресс измененных акселярных лимфатических узлов под воздействием надевантной химио- и таргетной терапии. Поэтому логично предположить, что в данной категории пациентов нет смысла выполнять рутинную акселярную лимфатическую диссекцию. Если мы говорим о тех пациентах, у которых на момент начала надевантной системной терапии не было поражения региональных лимфатических узлов, то биопсия сигнальных лимфатических узлов после системной терапии является международным стандартом. Если же у пациента до начала системной терапии было верифицировано поражение лимфатических узлов, но после проведения надевантов системной терапии произошел полный патоморфоз данных изменений, исследования крупные Сентина, Казок, СНФНАК доказали нам, что биопсия сигнальных лимфатических узлов возможна, но она имеет ряд ограничений, в первую очередь связанных с достаточно высокой частотой ложно-отрицательных результатов, достигающих в некоторых случаях 15%. Какие же существуют методы снижения частоты ложно-отрицательных результатов при биопсии сигнальных лимфатических узлов после надеванной системной терапии? Как показали метаанализы исследований, чем больше лимфатических узлов сигнальных удалит хирург, тем меньше частота ложно-отрицательных результатов. Казалось бы, проблема решена, но нужно понять, что для увеличения количества сигнальных лимфатических узлов мы должны использовать какие-то дополнительные методики, например, двойную маркировку сигнальных лимфатических узлов. В нашем лечебном учреждении мы проводили такую исследовательскую работу, комбинировали радиоизотопный метод с применением индециана зеленого. И примерно в почти 99% случаях нам удавалось обнаружить более двух сигнальных лимфатических узлов. Но сама философия такой процедуры, как биопсия сигнальных лимфатических узлов, подразумевает, что достижение нужного нам результата должно происходить путем минимизации хирургического вмешательства на акселлярных лимфатических узлах. И удаляя большее количество лимфоузлов, мы эту философию нарушаем. Поэтому существует еще одно мнение, еще одна теория относительно стадирования акселлярной области. Это мнение о том, что самым подходящим для оценки эффекта системной терапии лимфатическим узлом является тот самый узел, который мы верифицировали до начала лечения. В котором мы знаем, что находился метастаз рака молочной железы. Как же нам определить изначально метастатический пораженный лимфатический узел? Мы можем его клипировать до начала надеватной системной терапии, мы можем вводить краситель в данный лимфатический узел, мы можем его постоянно пальпировать на фоне надеватной системной терапии, можем проводить ультразвуковое исследование, либо мы можем устанавливать метки. Но нужно понять, что результаты исследования Альянс показали, главное, хирург должен этот лимфатический узел отдифференцировать от других лимфатических узлов. Потому что, к сожалению, после надеватной системной терапии, может быть, к счастью, все лимфатические узлы выглядят одинаково. Как при пальпации, так и при визуальном контроле. Поэтому на сегодняшний день мы можем говорить о эволюционном изменении биопсии сигнальных лимфатических узлов, а именно о таргетной акселярной диссекции. Первое исследование было проведено в Голландии в институте Антона Ван Левенгука. В рамках этого исследования в лимфатический узел, заведомо пораженный до начала надеватной системной терапии, устанавливался микроисточник с радиоизотопом йода-125. Проводилась надеватная системная терапия, и затем данный мечный лимфатический узел удалялся. И можем увидеть, что одно применение данной методики снижает частоту ложно-отрицательных результатов до 4%, а комбинация биопсии сигнальных лимфатических узлов радиозатопной с применением таргетной акселярной диссекции снижает частоту ложно-отрицательных результатов до 2,5%. Какие методы используют для маркировки лимфатического узла? В первую очередь это рентгеноконтрастные клипсы, самый рутинный метод использования микроисточников с радиозатопом йода-125 и использования магнитных микроисточников, например, максид. Но каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками. Преимуществом рентгеноконтрастных клипс является их стоимость. Но, к сожалению, они очень часто мигрируют из лимфатического узла, и хирург обнаруживает их не в нужном лимфатическом узле, а в клетчатке. Магнитные микроисточники – это методика будущего, она пока еще не вошла в рутинную практику. А вот микроисточники со 125-м радиозатопом йода – это то, что сейчас активно используется в онкологии не только ракомолочной железы. На данных слайдах вы можете увидеть, как мы устанавливаем данный микроисточник до начала на диванной системной терапии, в верифицированный лимфатический узел под контролем УЗИ-навигации. Затем мы проводим на диванную системную терапию, и во время хирургического вмешательства производим таргетную акселярную лимфодисекцию. То есть мы прицельно удаляем тот самый лимфатический узел, в котором заранее была установлена метка с радиозатопом йода. И в дальнейшем проводим интероперационную оценку патоморфоза при помощи методики исследования замороженных срезов. Какие же преимущества микроисточников с радиозатопом йода? В первую очередь это фиксация микроисточника в лимфоузле без миграции за счет того, что данный микроисточник имеет оплетку из викрила. Также этот микроисточник зарегистрирован на территории Российской Федерации для лечения онкологических пациентов. Он используется при низкодозной брахиотерапии ракопредстательной железы. И также у нас есть возможность интероперационного обнаружения данного лимфатического узла с микроисточником при помощи гамма-датчика, который мы используем при биопсии сигнальных лимфатических узлов с радиоколлоидами. Не так много на данный момент исследований проспективных, которые оценивали безопасность отказа от акселярной лимфодисекции при переходе пациентов из категории N+, в N0. Но самое большое исследование Европейского института онкологии, в которое приняли практически 150 больных, и при медиане наблюдения 61 месяц, рецидив в акселярной области случился всего у одного пациента. Какие же вопросы остаются о биопсии сигнальных лимфатических узлов? Сергей Николаевич уже поднимал тему о возможности отказаться от какого-то из методов. Ну, например, интересный вопрос, а все ли пациенты нуждаются в стадировании региональных лимфатических узлов? Есть исследование САУНД, которое говорит нам, что у первичных больных можно использовать ультразвуковую навигацию, ультразвуковое исследование. Также существует исследование, также из голландского института Антонио Ивана Левенгука, в которое были включены порядка 300 пациентов с агрессивными подтипами опухоли Т1-Т2 без поражения лимфатических узлов до начала лечения. Данные пациенты получали надеватную системную терапию не из-за стадии заболевания, а именно из-за достаточно агрессивной биологии опухоли. Что же показало нам это исследование? Показало одно, что у тех пациентов, у которых наблюдался регресс первичного очага на фоне надеватной системной терапии, был биологически агрессивный подтип опухоли, трижды негативный, хердопозитивный. Частота поражения лимфатического узла после надеватной системной терапии не превышала 1%. То есть, в принципе, опираясь на данные этого исследования, мы можем говорить, что существует определенная группа пациентов не только первичных, но и после надеватной системной терапии, у которых можно совершенно отказаться от любого хирургического стадирования акселярной области. Также еще интересен вопрос, что делать в том случае, когда мы в сигнальном лимфатическом узле обнаружили МТС. Мы знаем, что при первичном заболевании, как показало исследование Z011, мы можем не выполнять акселярную лимфодисекцию при изолированном поражении лимфатических узлов. Достаточно интересное исследование, в которое сейчас уже идет набор, это исследование Альянс 11202, в рамках которого будет сравниваться акселярная лимфодисекция при поражении лимфатических узлов после надеватной системной терапии с лучевой терапией на зону регионарного лимфооттока. И я надеюсь, что оно как раз-таки нам даст ответ, необходимо ли выполнять акселярную лимфодисекцию даже при поражении лимфатических узлов после надеватной системной терапии. Еще один вопрос интересный. Вот мы говорили сегодня уже об отказе от хирургических вмешательств на молочной железе при полном регрессе. Но существует еще идея о том, что надевантная системная терапия может стать заменой надевантной лучевой терапии на зону регионарного лимфооттока. Тоже интересное исследование B51, в рамках которого те пациенты, у которых был диагностирован полный патоморфологический регресс в акселярных лимфатических узлах, будут рандоминизироваться на две группы. Те, кто будут получать лучевую терапию на зону регионарного лимфооттока, и те, кто останется под наблюдением, они не будут получать лучевую терапию на лимфатические узлы. Собственно говоря, на сегодняшний день что мы имеем? О том, что биопсия сигнальных лимфатических узлов у первичных пациентов без поражения лимфатических узлов это стандарт, как международный, так и российский. Биопсия сигнальных лимфатических узлов у пациентов после надеванной системной терапии без поражения клинического до начала лечения тоже стандарт. Поражение биопсии сигнальных лимфатических узлов при переходе из N-плюс в N-ноль после надеванной системной терапии это тоже стандарт, но при наличии определенных условий, либо двойной маркировки сигнальных лимфатических узлов, либо маркировки пораженных лимфатических узлов до начала надеванной системной терапии. Что же будет завтра? Спасибо большое.